Я где-то прочитал слова Геннадия Гудкова, который с гордостью сказал, у нас партия не вардистского типа, у нас настоящая демократическая партия, белочайные партии могут иметь разные точки зрения. На самом деле это нормально, я не случайно здесь, отвечая на другой вопрос, сказал, что если человек вступает в партию, и он согласен не только с идеологией, но и согласен с уставом партии и не нарушает устав, это одно. А если он что-то делает, что нарушает устав, тогда мы приходим к необходимости провести как минимум товарищеский разговор. Могу сказать, что завтра соберется бюро, никакого вопроса персонального в поиске дня нет. Другое дело, что у нас есть разделы разные, в разном дискуссии выйдет на что-то. Но нам есть о чем поговорить, потому что пружило словесто нехило, скажем так. Но вот смотрите, давайте мы начнем с ключевого момента, потому что мне в Твиттере пишут, как же так, вы сказали, что выборы легитимные, а Гудков говорит, что нет. Я на самом деле после того, как мне, так на всякий случай напоминаю, позвонил Путин, потому что везде, так сказать, Миронов там первый позвонил, значит, да, не Миронов позвонил, а Миронов позвонил Путин, значит, и понимая, значит, реалии, имея данные экзот-пулов, имея данные предварительной социологии, имея данные на тот момент, которые были, я понимал, что Путин убедительно победил. Значит, вот я могу сказать, если, кстати, я не помню, мне это показывали или нет, когда я встречался вместе с тремя другими кандидатами с Путиным, я же предложил Путину, так как были нарушения, они были, и самые грубые, циничные, и, значит, да, по моим ощущениям, речь идет максимум о нескольких первых тысячах участков, не больше, из 96 тысяч. Давайте мы аннулируем результаты на этих участках. Оказывается, что Путин получил не 63%, а 61, или 59, или 56, ох, ох, ах, значит, да, наказать тех председателей участковой комиссии, которые позволили фальсифицировать, вопрос нет. Что от этого, значит, окажется, что Путин проиграл? Нет, Путин выиграл. Значит, и когда я поздравил Путина с убедительной, значит, победой, и с точки зрения моей слова заслуженной, я же, я наблюдал, как он вел кампанию. Значит, да, и я думаю, вы согласитесь, мы увидели совершенно нового Путина, мы увидели то, что никогда от него, так сказать, не ожидали, конечно. Вы видели какого-нибудь кричащего Путина до этого? Нет, 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 постоп, вот еще раз, вот я, коллеги, вы видели какого-нибудь кричащего Путина? Я, я его, значит, я не видел ни разу в жизни, я увидел только его вот в феврале месяце, орущим Путина, кричащим, я никогда не видел, чтобы он кричал. Значит, да, да, ты жизнь его заставила, это другое дело. Так вот, возвращаясь к итогам, значит, я же нигде не сказал, что выборы легитимны, безупречны. Значит, да, победа Путина для меня очевидна, нарушения для меня очевидны. Я уж не говорю про очередные художества и в Астрахани, где там, правда, на других выборах мэра, значит, там нажюрили по полной программе. По Питеру у меня данные есть, и, ну, у меня есть, так, на всякий случай данные по Каибам, где совершенно другая пропорция. Но все равно там Путин побеждает, да. Так вот этим нужно заниматься, и когда, значит, кто-то говорит, выборы там все нечестные, я не могу так сказать, что они все нечестные. А то, что нарушения были, и они носили не единичный характер, но, согласитесь, несколько тысяч, значит, это тоже нехило, это тоже немало. Ну, давайте поступим мудро и по-государственному. Вот возьмем и примем такое решение, аннулировать результаты на всех этих участках. На общий итог и на общий расклад, даже на позицию каждого из кандидатов это никак не повлияет. Но только не просто аннулировать, а по-русски, по башке надавать, ну, так вот, по закону я имею в виду, председателям этих УИКов, значит, да, вплоть до уголовных дел. Вот тогда это будет очень хорошая воспитательная мера. А если, опять же, вот так вот скажем, что ребята, сказать, все проехали, забыли, не надо забывать, надо эти вещи вести. И, как вы, собственно говоря, слышите, вот на этой почве, я думаю, мы и с нашими товарищами по партии можем найти общий язык, да, потому что голословно, так сказать, кричать это одно, а конкретикой заниматься совершенно другое. Мы конкретикой готовы заниматься. Спасибо.